Прекрасная половина человечества уже доказала не словом, а делом, что женщина-предприниматель это надежно и перспективно. В Твери прошел региональный этап второго всероссийского конкурса «Нежный грант-2022». В нем приняли участие 16 бизнес-леди. Одна из них представит Верхневолжье уже в финале проекта в сентябре. Два года назад, будучи в декрете, Наталья представить себе не могла, что станет успешной бизнес-леди. Сегодня она руководитель школы программирования для детей, а еще жена и дважды мама. «Нежный грант» – первый для нее профессиональный конкурс, где можно заявить о себе и посмотреть на бизнес под новым углом. Есть категория женского бизнеса, когда женщина больше вкладывает эмоций в свое дело. Для мужчин важнее точные цели, цифры, показатели. А женщины еще учитывают эмоциональную сторону, взаимодействие с клиентами, взаимодействие внутри команды. Наталья и другие конкурсантки – участницы сообщества «Нежный бизнес». Оно объединяет 5000 представительниц со всей страны и 107 из Тверской области. Именно там участницы узнали о конкурсе, подали заявки, заполнили анкету, представили видеовизитки. В нашем Тверском регионе 18 участниц было заявлено. Сейчас у нас будут выступать 16 участниц – Удомля и Тверь. Девушки занимаются своим любимым делом. Есть девушка, которая занимается маловарением, фотографом. Есть школа образования, есть адвокат, есть психологи, коучи. То есть абсолютно разные девушки. Оценивают материалы 11 членов жюри, в котором представители бизнеса и властей разного уровня. Среди судей – уполномоченный по правам предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. Здесь можно не только заявить о своем проекте, но и в такой честной конкурентной борьбе. Представить свое видение, как от идеи рождается продукт или услуга. Мы рассчитываем, что победители достойно представят Тверской регион на федеральном конкурсе. Женщина подвластна любая сфера бизнеса, признает депутат Дмитрий Нечаев. И все благодаря их природным качествам. Мы видим, что сейчас и такие традиционно считавшиеся мужскими видами бизнеса, юриспруденция, банковское дело, тоже все активнее входят женщины. Это очень здорово, потому что во многих видах бизнеса они подмечают такие детали, такие нюансы, которые мужчины уже традиционно, к сожалению, не замечали. И это служит залогом их успеха. Старт второго межрегионального конкурса «Нежный грант» объявлен в мае. Сейчас идут региональные этапы. В сентябре состоится уже межрегиональный финал. Туда отправятся отстаивать честь городов лучшие из лучших. Но только трое получат приз «Нежный грант» и премию 100 тысяч рублей.